Дальше я продолжу на немецком, поэтому надеюсь, что те, кому нужен перевод, уже настроились на перевод. Меня зовут Олеся Беланович Пец. Я очень рада приветствовать вас от имени объединения ДРА и ФЕМ-группы КСНаша Третья Дискуссия в рамках нашего проекта. И в этом проекте нам важно прежде всего обратить внимание на ситуацию в Беларуси и на ситуацию поддержать белорусских активисток в Германии. Мы хотим укрепить сети, создать сети и прежде всего поддержать белорусских феминисток в их борьбе за демократию. Наша сегодняшняя дискуссия посвящена женскому активизму в Беларуси между изгнанием и тюрьмой. Мы пригласили трех эксперток из Беларуси и одного из Германии. И вместе мы внимательно посмотрим на ситуацию в Беларуси, как развивается ситуация женщин-политзаключенных в Беларуси, насколько активизм вообще возможен в репрессивной ситуации, такой, как в Беларуси. Что мы можем сделать для того, чтобы поддержать активисток в Беларуси и тех активисток, которые были вынуждены выехать из страны. Прежде чем я передам слово моей коллеге Насте Базар, я бы хотела упомянуть коллегу Еву Кинстерф, потому что именно она вдохновила нас на эту дискуссию, именно Ева. Я бы хотела поблагодарить за подготовку и организацию сегодняшнего мероприятия моих коллег Людмилу Булига и Шелла Кнубен. И особенно я хотела бы поблагодарить наших переводчиц, которые будут на два языка переводить нашу дискуссию. Благодарю Маргариту Хёкнер и Ирину Герасимовичу. Очень важно сделать так, чтобы Беларусь по-прежнему оставалась на международной повестке. И мы очень хотели бы в этой дискуссии внести свой вклад в это. Наста, сейчас слово я передаю тебе. Добрый вечер всем. Олеся, спасибо большое за прекрасное слово. И спасибо за вашу работу коллеганки, которые находятся в других странах. Это действительно очень важно, хотя мы тоже уже находимся не в Беларуси. Меня зовут Наста Базар, я фем-квир-низовая акциистка. Я бы назвала себя, наверное, экскерт-эксперткой по беженству, поскольку вчера сейчас вторая моя эмиграция. Я уже больше чем год нахожусь не в Беларуси и не могу туда вернуться. Спасибо большое за такую возможность. Я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия даст ответы на многие вопросы. И самый главный вопрос, что мы можем продолжать делать. Что ж, я предлагаю тогда начинать. У нас есть две экспертки. Я буду задавать каждый из них вопрос, предварительно представив их. И затем у нас две экспертки. И также к нам присоединился коллега из Германии, который даст тоже свой комментарий. И после этого у нас будет дискуссия. Поэтому, если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. Что ж, начнем. Первый вопрос, естественно, как сейчас обстоят дела с коллеги заключенными в Беларуси. И я предлагаю на этот вопрос ответить Инну из проекта поддержки политзекшенных в Беларуси, политзек.мин. Инна, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое, Наста. И спасибо всем, кто организовывает на самом деле такие мероприятия, как бедно сейчас наши. Потому что, как уже правильно это звучало, на самом деле только постоянное поддержание этой повестки, оно будет способствовать самым разным вещам и поддержке Сибири Минукой. Я бы сказала так, вот, пафосно общей победе, да. Потому что только это двигает нас в сторону, ну, вперед, по крайней мере. Особенно в условиях очень сильной репрессии, да. И, собственно, да, я представляю проект Полицерк.Мин. Это достаточно молодая, наверное, относительно других правозащитных организаций инициатива. И мы даже, на самом деле, не очень называем себя правозащитниками, мы больше работаем в области именно адвокации, такой публичной защиты прав. И, да, мы, естественно, появились, по сути, ну, как реакция на очень сильные репрессии уже год назад. Проект существует в год, да. И за это время мы, конечно же, там были рады, у меня есть свой личный опыт задержания именно за активизм и там задержание в очень спецусловиях. И, соответственно, есть, например, мои коллежанки, в том числе, как одна из них достаточно известная, которая сейчас у меня на майке. И все эти люди, да, активисты и активистки чаще всего сейчас в Беларуси сталкиваются с особым вниманием к своей персоне. Так было и год назад, и по-прежнему продолжается сейчас, да. И, наверное, чтобы я хотела отметить, что, конечно же, какие-то специальные, опять-таки, условия в адрес мужчин, они тоже, естественно, очевидны, да, так как у нас все-таки феминистическая повестка, потому что, может быть, в обе стороны такое таковое, но мы сегодня фокусируемся именно на теме женщин. И я тогда скажу, что есть как бы в этой ситуации. На сегодняшний день как минимум 122 женщин находятся в заключении по уголовным статьям в результате политического преследования. Это только те данные, которые нам известны, потому что мы понимаем, что в реальности цифры могут быть больше. И, да, это, естественно, там, не считая тех, как мы просто делаем, то вы кладите на тех, кто это заключение. И, вот если буквально пару слов про то, как из чего складываются, например, деяния этих женщин, оно немножко отличается, если, например, кто-то находится еще в изоляторе до суда, или уже после суда ехали, например, в колонию. Но факт остается, что, например, даже в колонии лично содержится в помещениях, там, не больше, почти 17 квадратных метров. Это очень маленькая темная комната, там, до 12 человек в одной кровати, такие в три яруса. Например, без, даже не только без горячей воды в кране, в умываниях, а иногда и вообще проблемы с водой, как таковой, хоть какой-нибудь. Естественно, туалет находится прямо там же, в этой же комнате, за маленькой веткой. Фанерная иногда, иногда просто за шторкой, так сказать, пойдет. Ну и вот так вот проходит, собственно, жизнь. То есть женщины вот встают с утра, в 6 часов утра, у них есть время, в лучшем случае, 1 или 2 часа на прогулку на улице, но эта улица, к сожалению, не выглядит так, как в американском кино. Она больше, это не открытый парк красивый, это бетонные стены. Чаще всего из них не видно, даже есть и как деревья. То есть очевидно, что... Это, да, окружает, еще пару слов, наверное, про жизнь в колонии, что в колонии женщины уже начинают работать. Самая популярная версия работы – это шитьев, да, то есть там либо формы для представителей силово-структурного, разные есть схемы, но тем не менее. То есть там уже начинается работа, это почти что, ну, по сути, неоплачиваемый труд, это отдельная тоже тема, там, это небольшая зарплата, но факт остается фактом. Женщина очень занята, естественно, к политическим заключенным тоже внимание особое, там, чтобы сильно у них много свободного времени нет. Ну вот. И, ну, то есть на самом деле, я думаю, что даже нам просто представить, из чего состоит просто день этих людей, это уже будет достаточно четким пониманием того, что ситуация трудная, хотя бы с точки... Хотя бы когда мы помним о главной вещи. Все эти люди не совершали преступлений. Это очень то, что важно помнить, важно говорить вслух, что они получили реальный срок, два года за проведение лайв-трансляции с места событий. Пожалуйста, журналистка, журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чулицова сидят два года. Мария Колесникова, человек, который, по мнению, наверное, кого-то пытался захватывать власть или что-то такое, пожалуйста, срок 10 лет. И важно понимать, да, что, окей, есть условно фигуры, которые более заметны, но есть, например, пенсионерки, есть среди политзаключенных женщин мамы и совершеннолетних детей. То есть эта шкала очень высокая, и ситуация сейчас выглядит так, что на самом деле какого-то какого-то специального отношения, я бы сказал, в хорошую сторону, конечно, женщины по лицу, причем не наблюдается, но, в принципе, так и мужчина. И, ну, вот эти, это, я думаю, что два даже кейлера, важнейших пункта, которые я бы хотела, чтобы мы запомнили в результате тоже этой дискуссии. Первое, что эти женщины на самом деле не совершали преступления. Это очень важно. Второе, что да, они, это реальные жизни, причем, ну, понятно, что это становится реальной жизни не только их, но еще и их семей, вообще их друзей. Это очень большое количество людей, для которых, ну, это такая вот очень неприятная деваторская реальность сейчас. И третье, наверное, факт, который самый важен, тоже важно, это, что мы, у нас есть хотя бы минимальные способы поддержки этих людей до сих пор, да, мы не можем их вытащить за секунду из тюрьмы, но тем не менее поражение нашей солидарности значит для них очень много, потому что главный страх любого человека заключения, он очень простой. Это, что человек будет забыт, что все было зря. Поэтому даже минимальные шаги по поддержке на самом деле прорываются через стены и помогают людям, в том числе, сохранять свое здоровье, потому что, ну, да, проблема сохранения в основном став заключения на сжателе отец. Поэтому, да, пожалуйста, поддерживать людей заключенных. Эта ситуация сейчас очень тяжелая, она все равно не навечена, нам тоже надо это помнить. и мы должны заботиться, ну, как бы, и о тех, и о себе, конечно же, но и о тех, кто сейчас еще более футбольной ситуации. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, это Инна Коваленок, проект «Политза КМИ». И, Инна, спасибо, да, потому что я, мне кажется, уже у меня ответил вопрос, который я ответил там в дискуссии по поводу поддержки, потому что действительно сравнить просто жизнь, какие возможности есть у людей в заключении. И мы знаем, что к политическим заключенным особые отношения им усложняют еще больше жизнь в системе. И казалось бы, что какая-то простая обкрытка или просто какие-то слова это мало. Например, это моя долгая проблема была, но при этом важно понимать, что для этих людей это действительно лучик света и хоть какая-то эмоция в течение дня. Спасибо. Мы обязательно продолжим. ответить вопрос так же можно, помочь, что конкретно мы можем сделать. Сейчас продем, которые находятся в тюрьмах. И следующий вопрос это активизм в Беларуси сейчас, поскольку очень большое количество активистов все-таки продолжают свои действия, продолжают бороться, работать не только в теме политической, но и в теме поддержки женщин. И этот вопрос я посвящу, попрошу ответить Дашу Чирко. Даша правозащитница экспертка в сфере право-женщин. Даша, расскажи, пожалуйста, про активизм в Беларуси. Как сейчас обстоят дела? Спасибо, Наста. Всем добрый вечер. Наверное, важно сказать, что очень много не государственных организаций были закрыты, ликвидированы государством из-за незаконной деятельности или несоответствия деятельности устава. Из-за этого создается огромное давление на деятельность любых инициатив или организаций, которые еще не ликвидированы, потому что есть постоянная угроза того, что их могут или закрыть, или посадить. Тем не менее, остаются определенные инициативы и низовые активистки и активисты, которые работают, продолжают совершать какой-то активизм. Здесь, наверное, мне суперважно сказать про то, что была задержана Ольга Горбунова, она уже месяца два дня находится в СИЗО, которая занималась очень долгое время домашним насилием. Была ликвидированная организация, которая держала общенациональную горячую линию, которая помогала женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. И по факту сейчас нет возможности женщинам обращаться за помощью в государственные органы, потому что нет доверия и нет возможности обращаться в инициативы помогающие, потому что, во-первых, они анонимные, стали анонимные, во-вторых, они ушли в подполье, и это связано с тем, что они ушли в подполье, и это связано с давлением, и возможность делать публичный активизм, помогать людям, она очень низкая. При этом остаются люди, которые продолжают совершать действия на то, чтобы у людей была возможность защитить себя и свои права. Спасибо. При этом, простите, пожалуйста, при этом я хочу сказать, что государство создало правозащитную организацию в ответ на то, что закрыло все правозащитные организации, и мне кажется, что это немного комично, потому что государство, которое пытает людей, убивает людей, и при этом создает правозащитную организацию, мне кажется, что это, я уверена, что это фиктивно, и даже если это будет озвучиваться на всяких международных конференциях, на созданиях международных организаций, что у нас есть правозащитная организация. Я призываю вообще всех не доверять этой структуре, потому что она государственная, она подвластна государству. И это просто... Ну, это, простите, надо плевок в лицо вообще всем гражданам, гражданкам Республики Беларусь, людям, которые живут в ней. Спасибо. Спасибо, Даша. Да, действительно, работа продолжается. И спасибо тем, княжанкам, которые продолжают свой активизм, несмотря на угрозы, на репрессии. Очень важно озвучить, что мы стараемся быть на связи. И, наверное, одно из впечатляющих таких событий, которое недавно произошло, это такой небольшой контакт, который случился у нас с теми, кто остались в Беларуси, и теми, кто выехали из Беларуси. И мне кажется, что мы сами все были удивлены и рады тому, что абсолютно каждая продолжает что-то делать, вне зависимости от того, где нам находится. И мне кажется, очень важно начинывать эту связь между нами, чтобы она продолжала быть достаточно крепкой, несмотря на то, что сейчас это очень сложно. Спасибо, Даша. И тогда переходим к третьему вопросу. Собственно, активизм тех, кто выехали, тех, кто уже не в Беларуси. Я попрошу на этот вопрос, осветить этот вопрос Вику Федорову. Вика, правозащитница, состоит в таких организациях, как Крововая инициатива и Международный комитет по расследованию пыток. Вика, пожалуйста, расскажи о том, как продолжает активизм вне Беларуси. Спасибо большое. Добрый вечер. Я начну, наверное, с того, что в принципе давление на правозащитное сообщество, оно началось сразу же после начала протестов. И в сентябре 2020 года была задержана моя коллежанка Марка Робкова. Она уже более 14 месяцев находится в СИЗО. И сейчас ей предъявлено обвинение по 11 статьям Уголовного кодекса. И грозит ей до 20 лет лишения свободы. Просто за ее правозащитную деятельность. Она координировала работу волонтерской команды правозащитного центра «Весна». И также занималась документированием пыток тем, чем мы занимаемся теперь. И следователи, как Марфа сообщила своим родственникам в письме, пообещали, что она получит срок между Колесниковой и Бабарикой. То есть между 11 и 14 годами. Просто за правозащитную деятельность. И в принципе, вот начиная с сентября, когда официальные власти начали жестоко подавлять как протесты, так и любое инакомысля в Беларуси, начали происходить такие рейды на правозащитников. Ну, среди прочего, и не на правозащитников, но я просто сконцентрируюсь на своей теме. Первая такая атака это было в феврале, когда за один день прошло 90 обысков по всей стране. Далее в марте пришли к моему коллеге, его избили. Это координатор документаторов пыток, да, то есть к нему применили пытки. То есть для нас это вообще было что-то из ряда вон, поскольку мы занимаемся темой пыток уже более десяти лет, и мы всегда говорили, что правозащитников, активистов, их не пытают. То есть пытают людей, которые не публичные, а те, кто активист, те, кто готов говорить с журналистами, их никто пальцем не тронет. Тем не менее нашего коллегу физически пытали, получили доступ к его телефону, компьютеру, и узнав об этом, мы были вынуждены покинуть страну, потому что, ну, как работает силовое, скажем, силовые структуры в Беларуси, мы очевидно понимали, что у нас есть не более суток до задержания. И, как и многие мои коллеги, как и многие белорусы, белоруски, нелегальным путем мы пересекли границу и выехали в Украину. Сейчас, получается, уже более восьми месяцев мы работаем частично в Украине, частично в Литве, частично в Польше. Мы продолжаем нашу работу. Стоит признать, что хоть что-то хорошее сделала пандемия ковид, она нас заранее подготовила к тому, что есть возможность помощи онлайн, и не только помощи, а очень большого спектра задач, активностей, которые можно решать онлайн. И, в принципе, я не скажу, что наш отъезд, он очень сильно повлиял на продолжение работы. Проблема заключается, основная, да, в том, что наши коллеги находятся в тюрьме, семь правозащитников сейчас являются политзаключенными, часть моих коллег, они не в тюрьме, но они под подпиской о невыезде, они находятся в Беларуси, и, вероятно, они получат сроки, то есть уголовное дело идет, оно чем-то закончится, и, скорее всего, оно закончится лишением свободы. И приведу еще один пример моей коллеги Татьяны Гацуры-Еворской, она руководительница правозащитной организации «Звено», которая является также сооснователем международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. Когда она была задержана по уголовному делу и помещена в СИЗО, за это время к ее мужу дважды пришли с обыском, его, он тоже правозащитник, он гражданин Украины, который уже долгое время жил в Беларуси, к нему также применили физическую силу и сказали, что если он не даст показаний против своей же супруги, то их несовершеннолетних детей заберут в детский дом, а его или арестуют или что. Ну, в конечном итоге ему дали сутки на то, чтобы уехать. Сейчас он уехал с ребенком в Украину, и вот семья разлучена. То есть он с ребенком находится в Украине, а моя коллежанка находится в статусе подозреваемой в Беларуси. Эта история только единственная. С такими ситуациями сталкиваются как правозащитники, как активисты, так и просто те люди, которые оставили подпись за альтернативного кандидата, те люди, которые выступили против насилия в августе 2020 года. К сожалению, ситуация не улучшается никаким образом. И очень важно продолжать говорить о том, что происходит в Беларуси, каким репрессиям подвергаются люди. Только таким образом мы можем помочь им. Спасибо большое. Спасибо большое, Вика. Да, я хочу добавить немного, как активистка, которая выехала и продолжает активничать, что действительно очень много работы ведется. Большинство НГО, которых ликвидировали, которых выгибнули по парту из Беларуси, они продолжают свою деятельность тоже в разных странах. Важно сказать, что да, сейчас репрессии продолжаются. Вика упомянула ситуацию с детьми. На самом деле, Даша Чурпо в сентябре проводила исследования по поводу того, что постановка копсов в специально опасном положении и, в принципе, занятость детьми сейчас приобретает такое, ну, что это является репрессивным органом, это является органом давления на людей и, в частности, на женщин. Наверное, мне еще важно очень добавить, как активистка, которая выехала, что, коли у нас дискуссия все-таки не низкая, что на самом деле в поле работают женщины. И я прожила больше года в Украине и очень активно помогала тем, кто вынужден были бежать из Беларуси. И в какой-то момент определенный момент поняла, что большинство тех, кто помогает, это женщины. То есть найти жилье, организовать, что-то организовать выезд и так далее. В такой же ситуации, если мы поделились, что ситуация также обстоит в Польше, например, что в основном к кому обратиться, кто поможет, кто сориентироваться по женщине. И я считаю, что это очень важный момент озвучить его и поднять, что по-прежнему у микрофонов в основном мужчины, но в поле по-прежнему работают женщины. Мне кажется, это тоже очень важно обозначать. Помимо того, что важно продолжать говорить о том, что репрессии не останавливаются, репрессии приобретают абсолютно непонятные, мне кажется, неожиданные иногда для всех виды. Сейчас идут, не только продолжают задерживать, если кто-то выходит, потому что сейчас практически невозможно организовать матч, но тем не менее продолжают задерживать, сейчас задерживают, например, наблюдателей, как веков, но, что возможно просто за альтернативного комбината поставленная подпись может явиться причиной, но сейчас идет большая атака на тех, кто были наблюдателями на выборах. Пошла такая не совсем, мне кажется, положительная акция родителей в ответе за детей, потому что начали приходить с родителям активистов, активистов, которые очень активны, либо которые выехали. Поэтому важно говорить об этом. Спасибо, что у нас есть такая возможность. Я сейчас хочу дать еще слово для комментария Анудар Билстер. Сегодня как раз ровно год со дня создания компании, компания поддержки политзаключенных в Беларуси именно. Сто раз солидарность. Ансгар, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, немного про вашу компанию и про то, почему вы хотели предоставить именно политзаключенных в Беларуси. Большое спасибо, Наста. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Анстер Гильстер. Я работаю для Евангелической Церкви в Германии по теме права человека и эмиграция. И цель наша именно год назад, именно в этот же день, в день защиты прав человека, обратить внимание общественности на ситуацию в Беларуси. И то, что вы сейчас рассказывали, это чтобы вынести их внимание широкой общественности в Германии. Это была наша цель. И мы вместе с Германской ассоциацией исследований Восточной Европы, которая находится в Берлине, ДГО и Центра прав человека, мы основали вот этот сайт «Сто раз солидарность» для того, чтобы обратить внимание на судьбы политических заключенных. Тогда, год тому назад, это было, их было 80-90. Мы думали, что вот сто, примерно это так. Теперь уже у нас их почти тысячи политических заключенных. И мы основали эту страницу. Я не знаю, увидят ли все, я хотел бы ее показать. На этой странице мы документируем при помощи данных весны судьбы лица политических заключенных и представляем известных людей немецкой общественности, различные, те, кто выступает, проявляя свою солидарность, и которые поддерживают их. У нас есть, например, такой технический инструмент, генератор письма, где можно очень легко получить как бы такую матрицу письма. Это действительно очень инновационно по сравнению с тем, что предлагают другие. И надо сказать, что можно написать кириллице это письмо и распечатать его, потому что люди в основном не могут здесь писать кириллицей, им там нужно как-то списывать эти буквы, срисовывать их, и это немножко все сложно. То есть это очень сложно получается для них участие. А мы это сделали совершенно просто и несложно на нашей странице. Можно свою фотографию загрузить и стать таким как бы послом солидарности. То есть у нас есть возможность для пожертвований. И, например, у нас есть материал в печатном виде с различными историями людей. Например, вот «Голоса Белоруссии». У нас есть вот такой вот постер по этой акции. И мы таким образом распространяем это в церкви и вообще везде в общественности. Я могу сказать, что относительно хорошо все функционирует. У нас большая сеть, где-то 21 миллион человек у нас в целом. А что касается широте охвата вот этой акции, у нас где-то 56 тысяч было посещений страницы в этом году. То есть каждый день примерно 100-150 человек ее посещает. И у нас почти 6 тысяч было скачанных писем. Я не знаю, сколько их действительно было отослано, но они смотрят на имена этих политических заключенных, на их истории. И это вот была наша цель в первую очередь, распространение этой информации. И чтобы эта тема не исчезала из германских СМИ. То есть это то, что я хотел бы сказать. Мы, конечно, в контакте также и с другими организациями, и из Белоруссии, с штабом Бабарико, и, например, Вольный хор. Мы им тоже помогали. И тем людям, которые находятся теперь в Варшаве, после того, как они должны были вынуждены уехать. То есть мы продолжаем заниматься и по-прежнему, и в будущем также этой темой. Спасибо большое, Ангар. И спасибо за солидарность и за поддержку. Я считаю, что это очень важно. И важно как тем, кто остается в Белоруссии, и тем, кто находится в заключении, так и тем, кто выехали и обожает активизм. Очень важно понимать, что мы не одни, и что по всему миру есть люди, которые понимают эту проблему, понимают ужасы и прессии, с которыми столкнулись белорусские и белорусы. Так что спасибо вам. Что ж, у нас время дискуссии. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их, задавайте их нам, я их буду озвучивать. И я бы хотела продолжить в таком ключе, азов, с того, с чего началось. Потому что я считаю, что очень важно озвучивать эту тему. Вопрос для Даши. Все-таки связь домашнего насилия государственного. Потому что то, что мы видим сейчас, это итог. Это пожинание плодов от того, что было заложено в течение 26 лет. Поэтому, Даша, расскажи, пожалуйста, про связь домашнего насилия и государственного. И каким образом мы пришли к тому, к чему пришли в 2020 году. Я думаю, что связь домашнего государственного насилия, она прямая. И если бы не было такого уровня нормализации насилия, такого количества домашнего насилия, то вполне себе не было бы и такого сильного государственного насилия. Потому что насилие в Беларуси в целом нормализировано. Особенно в отношении детей, в отношении жены и так далее. У насилия одни корни. Это желание власти и контроля. И как в домашнем насилии желание власти и контроля, так и в государственном насилии. И президент, и не президент пытаются сохранить себя у власти. На вопрос, каким образом мы пришли к тому, к чему пришли, я, наверное, не буду отвечать, потому что у меня очень жесткая позиция по этому поводу. Я бы, наверное, хотела сказать, что сейчас недавно МВД, по-моему, выпустила статистику о домашнем насилии. Я бы ей не доверяла, потому что вся статистика государственных органов, которая есть сейчас в Беларуси, она неправдива, хотя бы потому, что нет контролирующих органов. Контролирующие органы, я имею в виду проводящие организации, организации, которые занимаются мониторингом проблем гражданского общества. И я убеждена в том, что уровень домашнего насилия в Беларуси сейчас вырос, потому что, во-первых, нет сервисов, куда обратиться, нет доверия государству, нет возможности обращаться в милицию, потому что вот был недавний кейс, когда девушка пришла написать заявление о семейном конфликте, и ее избили, ну не избили, потягали за волосы, оставили на несколько часов в УВД и дали штраф, потому что ее дреды содержали в том числе белый и красный цвет. Там был черный и еще какой-то, на это внимания не обратили. Вот, поэтому, ну это сложная проблема, и с этим сейчас так же непонятно, как работать, так же, как и непонятно, как работать с государственным насилием, потому что прекратить его сейчас у нас как будто бы нет ресурсов. Вот, и один из основных и главных ресурсов, который может как-то влиять, это давление международного сообщества, давление в том числе и санкциями, экономическими. Вот, спасибо. Спасибо, Даша. Да, важно отметить, что действительно сейчас очень небезопасно и нет доверия обращаться в милицию по вопросу домашнего насилия, и это, наверное, еще один пункт, который хотелось бы озвучить, что очень есть большое желание поддерживать тех, кто работает с женщинами, и продолжать работать с женщинами, потому что тут уровень насилия, с которым столкнулась вся страна, конечно, ужасает, но стоит помнить о том, что те проблемы, с которыми сталкивалась Беларусь, сталкивались женщины в Беларуси до революции, они остаются, и да, я солидарна этому, Даша, что я уверена, что тоже уровень насилия домашнего вырос, но сейчас как будто бы с этим невозможно ничего сделать, поэтому это еще один момент, на который стоит обратить внимание и каким-то образом поддерживать хотя бы тех немногочисленных активистов, которые остались в Беларуси и продолжают это делать. Я хочу перейти к следующему вопросу, Вика, это вопрос к тебе. Поскольку ты состоишь в организации Международный комитет по расследованию пыток, я знаю, что был отчет, направленный в комитет по расследованию пыток именно по вопросам женщин. Расскажи, пожалуйста, о его итогах, и очень важно было бы обозначить, были ли какие-то особенности именно связанные с тем, что человек – женщина. Вика, пожалуйста. Да, идея, мы уже на самом деле выпустили шесть отчетов, отчет в отношении женщин он был, насколько я помню, третьим. Почему вообще возникла такая идея? Потому что анализируя интервью опрошенных, а у нас уже более 1500 свидетельств пыток, анализируя эти анкеты, мы обратили внимание, что женские анкеты, в них есть определенная, ну, практически во всех этих анкетах есть определенная особенность. То есть фактически каждая женщина сталкивалась, помимо тех проблем, с которыми сталкивались и мужчины тоже, то есть это те же избиения, пытки, бесчеловечные условия содержания, так женщины еще дополнительно сталкивались с угрозами сексуального насилия. То есть силовики – это ОМОНовцы, сотрудники, изоляторов. Ну вот для них это было нормально, да, угрожать, что женщина или девушка, она будет изнасилована, причем там в групповом характере, либо дубинкой, либо там толпой людей. То есть это повсеместно встречалось. И, конечно, ну, если сравнивать в масштабе задержаний, женщин, безусловно, было задержано меньше, чем мужчин. Почему так происходило? Потому что в самом начале, когда на протестах начали задерживать, потому что задерживать-то начали не в августе, а в сентябре, в первые месяцы казалось, что отношение на этапе задержания, оно более такое, как это сказать, лояльное. То есть женщин часто отпускали, то есть их задерживали, и через несколько часов просто отпускали, либо с повесткой, либо вообще без ничего. Но затем ситуация, как бы она становилась абсолютно идентична и для мужчин, и для женщин. Их также кидали на сутки, их также помещали в такие же бесчеловечные условия, никаких поблажек, да, без учета особых потребностей женщин. И это продолжается даже сейчас. То есть отчет был выпущен фактически год назад, да. Сейчас ничего не изменилось. Вот эта история семейной пары, она стала очень знаменитой. Семейная пара, учительница и айтишника, которые были задержаны за личную переписку. То есть они в переписке отправляли новости из якобы экстремистских телеграм-каналов. И они получили 9 административных арестов, они не выходили на свободу, то есть постоянно, каждые 15 суток, они получали новые 15 суток. И девушка Анастасия, она рассказывает о том, что она также не имела матрасов, она не имела возможности получать передачи все это время. За более чем 120 дней ее ни разу не сводили в душ. 120 дней. На прогулку она ходила только летом, то есть их задержали в июне, и вот летом, она помнит, пару раз они ходили на прогулку, а все остальное время, то есть фактически всю осень не ходили вообще на прогулку. То есть вот в таких условиях сейчас, это не август 2020, это происходит сейчас, и об этом надо говорить. И вот, конечно, отчеты, это одно из, для нас это одно из средств говорить, потому что, к сожалению, наши возможности как правозащитников, как активистов, они очень минимальные. Мы не политики, у нас нет доступа к высоким трибунам. Поэтому для нас важно посредством таких докладов, которые, слава богу, используются в том числе и демократическими силами, говорить с международным сообществом и как-то влиять на вот эту безнаказанность, которая до сих пор остается. Спасибо, Вика. Я немного сама впечатлена в том, что я не знала этих подробностей про историю этой семейной пары. Я знала, что они были 9 раз осуждены без выхода на свободу, но да, важно говорить о том, что, насколько я знаю, большое количество людей, завершенных за комментарии после ситуации, в которой погиб Андрей Зельцер и один из силовиков, люди оставляли комментарии, реагировали на эту историю. И вот больше 200 человек пострадали просто за комментарии. Причем последнее, что я просчитала, что ворвались прям с оружием и задерживали людей очень страшно. Только то, что человек лайкнул чьи-то комментарии. И вот, насколько я знаю, им тоже все это время, это уже в сентябре случилось, им не передавали передачи. И тут важно отмечать те моменты, что, безусловно, это тяжело для каждого и каждой, но есть те моменты и те особенности, которые могут сделать пребывание женщин в фирме еще более тяжелыми. В частности, это отсутствие любых средств вегиены, в том числе прокладок и самых банальных вещей, которые нужны. Я бы хотела еще заострить внимание по поводу того, что женщин задерживали меньше, чем мужчин. Собственно, по количеству полизаключенных мы тоже можем судить, что женщин намного меньше. И мне кажется, тоже важная тема для дискуссии. Почему так? Мне кажется, многие понимают, почему так. Мне кажется, это важно очень озвучивать. Даша, могла бы ты, пожалуйста, осветить, скажем так, феминистскую точку зрения насчет того, что женщин меньше трогают или меньше избивают. И так ли это на самом деле? Спасибо. По количеству, исходя из того, что есть женщин меньше как полизаключенных и как вообще задержанных, при этом, это, мне кажется, вполне себе просто объясняется, потому что женщины имеют тройную, четверную нагрузку, когда начались, началась предвыборная кампания, помимо того, что у женщин были гражданские обязанности или желание идти наблюдать за выборами, у них была еще и работа, и дети, и если дети болеют, а там еще и карантин, и если в школе карантин, то мы постоянно были детьми. Вот. Собственно, так же происходило и с маршами. Женщины в больших количествах выходили, но это стоило, мне кажется, ну, я уверена, что женщинам это стоило гораздо больших ресурсов, потому что, если есть дети, то страх, что детей заберут поставить в СОП, и вот Наста уже сказала про исследование, и очень много историй, когда в сентябре двадцатого года уже приходили к детям, с детьми разговаривали участковые один на один о том, что если твои родители не прекратят, мы тебя заберем. Такие же истории с обысками, с автоматами, когда несовершеннолетние дети находятся дома, и они вообще не понимают, что происходит. Вот, и, ну, поэтому количество женщин, оно меньше, но при этом оно, оно не менее важно, потому что женщины тратят больше ресурсов для того, чтобы сражаться за свои права. На протяжении, там, 26 лет со дня, там, независимой Беларуси женщины были в угнетенной позиции, женщины должны были работать, содержать семью, ухаживать там за детьми, бытом и пристарелыми родственниками, родственницами. То, что произошло в 20-м году, когда они вышли, это все равно не отменило тех обязанностей, которые у них были. Поэтому, это, мне кажется, вдвойне заслуживает гордость и внимания и постоянное говорение о том, что при всем при этом, несмотря на то, что женщин меньше, к женщинам такое же отношение, как к мужчинам в СИЗО. И вот, недавние новости были, что женщины содержатся там, как это было в августе в четырехместной камере. В августе это было 40 человек, сейчас это 9 человек на четырехместную камеру. То есть условия продолжаются, условия такие же плохие, как и были в августе, и условия такие же плохие, как для женщин, так и для мужчин. Просто у женщин еще висит пункт в голове, а что с ними и детьми, как бы их не забрали, и что с этим делать. Спасибо. Можно я чуть-чуть еще скажу? Вот один нюанс мне вспомнился, да. Что касается, вот у нас законодательство белорусское, оно содержит такую норму о том, что женщина, у которой есть несовершеннолетние дети, не может быть подвергнута административному аресту. То есть эта норма давно воспринималась как что-то такое, ой, класс, прогрессивное. Но что начали делать наши доблестные правоохранительные органы? Они начали специально, женщин с детьми, активисток особенно, то есть публичных людей, они начали задерживать в пятницу и содержать 72 часа якобы в статусе административно задержанных. То есть суд в выходные состояться не может, то есть формально они имеют право человека держать в ИВС. Хотя у человека есть ребенок, то есть при нормальной, адекватной вообще судебной системе, да и правоохранительных органов, закон бы толковался в том числе и так, что нельзя человека даже и задерживать на это время, потому что у нее есть на попечение несовершеннолетние дети. Но это стало происходить повсеместно. То есть когда это произошло первый раз, я подумала, ну может вот вдруг, внезапно. Но когда это стало массово, я поняла, что это очередное, вот такое найдено лазейка дополнительного давления на женщин, которые, я вот, безусловно, вот мое такое внутреннее убеждение, что та активность женщин, которая была в рамках этой выборной кампании, не только женщин-политиков, но и каждой женщины, которая вышла, которая наблюдала на выборах, которая не побоялась влезть, скажем так, в политику в широком смысле, она очень сильно задела тех, кто принимает решения со стороны вот этой официальной власти, там, не знаю, Лукашенко или в более широкий аппарат. И поэтому вот эта месть, она продолжается на вот каждом точечном уровне. То есть, если ты женщина, ты будешь дополнительно страдать за то, что ты посмела, да, посмела сказать свое слово. Да, грустный итог, это, да, ты будешь страдать за то, что ты женщина. Если ты женщина, ты будешь страдать за то, что ты женщина. Да, я не могу не вспомнить про то, что как раз Олю Горбонову ее задерживали в прошлом году дважды на маршах. И вот, если первый день, первый раз при задержании ее отпустили в тот же вечер, поскольку у нее есть несовершеннолетняя дочь, то второй раз и как раз ее подержали 72 часа. И это то, что, ну, они, вполне, имеют право по закону, хотя, на самом деле, законы должен продаваться совершенно иначе. Не могу не вспомнить также Ольгу Золотая. Это многодетная мать, у которой пятеро детей. Я знаю лично, поскольку я тоже мать, и я большое количество женщин с детьми, которые в итоге стали занимать достаточно активно гражданскую позицию. Это мои знакомые. Я не буду брать, не помню, по-моему, ей пять лет присудили, но, тем не менее, она проходит по уголовному делу, ее осудили, и она восемь месяцев ждала суда, и все это время, ну, никакого влияния на суд, на решение суда, наличие пятерых детей не имела. И это, к сожалению, тоже такой фактор, который говорит о зверстве, которое происходит сейчас в Беларуси. Также затронули важный момент по поводу двойной нагрузки женщин, по поводу того, что у женщин в любом случае остается еще ее обычная нагрузка, которая привычная. Я бы хотела сказать такой момент, как беженцы и беженки. Это очень важный момент, что и в этой ситуации женщины страдают больше, поскольку, помогая большому количеству людей за год выехать, я наблюдала абсолютно разные ситуации, вне зависимости от финансового состояния, от наличия, например, онлайн-работы, которая может позволить снять сразу жилье, или там, а некоторые, наоборот, это люди с рюкзаком и с ребенком, опять-таки, нелегально пересекающие границу. Вне зависимости от этого, женщина страдает гораздо больше, и это факт, как и стоит озвучивать, потому что даже если эта ситуация достаточно положительная, когда у людей есть работа и деньги, все равно, например, купить абсолютно все в новую квартиру, в ходе сахарницы, положиться на женщину, несмотря на то, что на ней по-прежнему есть работа, на ней по-прежнему есть дети, и женщинам все так же, как и в любой стране, как и в любом капиталистическом укладе и патриархальном, сложнее найти работу, и, соответственно, женщины в миграции это такая и радость, и грусть, потому что радость, что они выехали, что они не сели, но, с другой стороны, сталкивались с абсолютно разными историями, важно понимать, что иногда женщины готовы даже возвращаться из Беларуси, понимая, что их задержат и посадят, просто потому, что они не могут справиться с этим столкнувшейся ситуацией в миграции. Да, еще есть важный комментарий, мне кажется, важно его обозначить по поводу здоровья женщин, не только женщин, мужчин в том числе, но тем не менее, кейс про Ирину, которая умерла от ковида, Даша, могла бы ты, пожалуйста, разлучить его. Кейс? Мне кажется, что про это еще Инна может конкретно рассказать, поскольку Инна работает с политзаключенными, ну, потому что, как уже говорила, что очень много людей в Беларуси являются политзаключенными и там нет никаких условий и стоит напомнить, что мы находимся в мире, в котором существует пандемия коронавируса. Вот. Я тут, ну, за то, чтобы, ну, Инна прокомментировала, потому что у Инны просто больше информации. Да, Инна, попрошу сказать тебя. Да, я только хотела... Спасибо, Инна, да. Ты что-то еще говорила? Да, да. окей, да. Да, я бы только хотела немножко разграничить здесь. Я понимаю, что, возможно, это бывает не настолько критично для понимания, не знаю, всей ситуации, но все-таки, чтобы мы чуть-чуть были четки, что есть часть, которая касается именно политзаключенных, людей, сужденных по уголовным статьям, которые содержатся в СИЗО. Есть много примеров, которые мы сейчас приводили. Это люди, которые были под административным арестом, в которых участвуют еще более жесткие ситуации. То есть это не про эту степень, кому хуже, кому лучше, но просто, чтобы мы понимали, что это чуть-чуть две разных грани. Вот, например, тот кейс, который-то нас так вспомнила, к сожалению, смерть женщины, которая бывала на сутках, то есть под административным арестом, на самом деле произошло. То есть просто человек, видимо, уже там, находясь под административным арестом, ей стало тоже очень плохо. Трудно сказать, она была до этого больная, и заболела там. Но очень вероятно, что могла заболеть там, потому что в изоляторах премиального содержания специально состоятся такие условия, чтобы люди могли заболеть. И да, и она просто умерла. То есть это конкретный кейс. И, естественно, и дальше, что касается медицинского обслуживания, что в изоляторе временного содержания, что в СИЗО, это очень больной вопрос. Но в изоляторе временного содержания позволяют еще более грубые вещи, обслуживающиеся, абсолютно никакой помощи. В СИЗО ее просто очень трудно добиться, и там надо тоже как бы инструмент давления использовать. Например, на одной неделе могут не передать таблетки, а потом еще в месяц могут не передавать таблетки необходимые, а потом вдруг разрешат их передать. То есть, естественно, опять-таки, это же все делается даже за деньги близких, родственников, никто не просит государства как-то в этом, прости господи, участвовать, но, тем не менее, они просто как будто бы имеют право этого не делать, хотя на самом деле, конечно же, обязаны эту помощь оказывать медицинскую. И здесь, наверное, тоже важно как пример рассказать про кейс Ксении Луцкиной. Это журналистка государственного телевидения, которое решило из него уйти после всех событий. И, да, у нее тяжелая стадия, у нее была опухоль, рак, соответственно, потом она еще до задержания наивы лечила, теперь у нее симптомы очень сильно обострились. И, да, конечно, добиться какого-то внятного медицинского обслуживания просто невозможно. То есть, ну, есть несколько таких кейсов, когда людям нужно серьезное медицинское внимание, но они не могут его получить. Не потому, что, опять-таки, нет каких-то инструментов, существуют и больницы тюремные, и существует прописанный в законе доступ, например, к вызову гражданского врача, но, к сожалению, этого просто не случается. спасибо большое, Инна. Нам задали пару вопросов, я зазвучу. Хочу закончить только про эту историю с женщиной, которая умерла от ковида. поскольку я не юристка, потому что мы иногда спорим и с точки зрения юридической, это не дан за убийством, но, тем менее, такое мое моральное, личное отношение, что это убийство, поскольку человек заболел в констранстве, для этого были созданы все условия, чтобы заболеть, человеку не оказывалось помощь, ни медицинская, никакая, и когда она умерла, и это, об этом тоже важно говорить. У нас есть, да, и что касается лекарств, насколько мы знаем, тоже Оля Горбунова была завершена, ей не передавали передачи первые дни, и ей не передавали лекарства, на то, что ей у нее есть потребность в принимании лекарств ежедневным, вот, впоследствии, вроде бы, эти лекарства передали, но лекарства, например, от Ататита, которые у нее начали служить в тюрьме, ей долго время не передавали, и это тоже такой еще один рычаг, к сожалению, воздействия на политоключенных. У нас есть три вопроса, я, на самом деле, хотела подводить уже к чему-то относительно положительному, это что же мы можем сделать, да, и как можно побежать, я озвучу вопрос из чата, на интернациональном уровне для защиты прав человека. Я думаю, что, Вика, наверное, ты бы могла ответить на этот вопрос. Да, я отвечу, вопрос важный, но, к сожалению, тут ничего позитивного не могу сказать. Дело в том, что вообще в целом международное право, оно работает таким образом, что нужна добрая воля государства, когда одно государство, конкретно Республика Беларусь, полностью игнорирует свои международные обязательства в области прав человека, то механизмы достижения справедливости, они минимальны. По сути, что мы можем сделать, да, вот я назову два таких пути, которые пробуются, да, первое, это подано заявление в международный уголовный суд, Беларусь не ратифицировала римский статут международного уголовного суда, но есть такое преступление депортация, которое связано не только с Беларусью, но и с теми странами, куда прибыли люди, которые насильственно выгнаны из страны, то есть те страны, как Польша, Литва, Латвия, которые ратифицировали этот устав, то есть теоретически у прокурора международного уголовного суда есть возможность начать расследование, пока, к сожалению, политической воли на это нет. И второй механизм, который мы активно используем, это возбуждение уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции в других странах. Пока мы активно работаем в Литве, 10 человек, которыми занимаемся мы, признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, которое возбуждено в Литве по фактам массовых пыток. Сейчас также прорабатываем возможность такого же дела в Германии. Очень важно этот механизм запустить. По сути, вот сейчас, по прошествии года, я могу сказать, что это механизм универсальной юрисдикции в европейских странах, это единственный рабочий механизм. Все остальное это просто глубокие озабоченности. Да, это важно, но это нереальный механизм привлечения виновных к ответственности. Если будут возбуждены уголовные дела в разных странах, есть возможность выдачи европейского ордера на арест, есть возможность включения всех этих лиц в базу Интерпола, и, соответственно, куда бы ни поехали эти люди, силовики, они могут быть задержаны. То есть сейчас, по крайней мере, создать для них полную изоляцию, невозможность бегства в какую-то другую страну. То есть сейчас это видится единственной возможностью. Спасибо, Вика. Я думаю, что ты частично ответила еще два вопроса. Я думаю, тоже как тебе больше можно задать их. Сколько исков против государства было подано после выборов? Ну и какие инструменты защиты прав человека сейчас активно работают? Я, как юрист неправозащитница, не хочу сказать никакие, но тем не менее ты, пожалуйста, свои комментарии. я быстро скажу, на самом деле, вот просто сколько исков против Беларуси можно подать иск, например, в Международный суд ООН. Это должно сделать государство какое-то другое. Ни одно государство пока этого не сделало. Если сделает, а я отмечу, что любое государство в мире имеет право подать иск против Беларуси в Международный суд ООН в связи с невыполнением конвенции против пыток. Запрет пыток это норма. Вика пропала у нас. Вика, если вернется, то продолжит, но, к сожалению, мне кажется, ответ очевиден и не очень оптимистичен, несмотря на то, что то, что Вика говорила сейчас для меня уже явилась немножко впечатляющей информацией. Я не знала, что государство могут подать. Тем не менее, я предполагаю, что правозащитники работают именно в этом направлении, чтобы было международное давление на всех, кто причиняет пытки и продолжает делать то, что происходит в Беларуси. Окей, у нас тут не очень много времени, я как раз хотела перейти к... О, Вика вернулась, да, Вика, скажи, пожалуйста, может ли ты закончить? Да, я прошу прощения, у меня перебои со светом. Да, я говорю о том, что иски не поданы, но это может делать каждое государство, и поэтому очень важно, мне кажется, каждому, кто беспокоится о Беларуси, работать со своими правительствами и оказывать вот такое давление. Надо пробовать все механизмы, потому что по-другому никак, к сожалению. спасибо. Собственно, мы таким образом уже и переходим постепенно к тому, что же мы можем делать. Наверное, последний момент, который хотел бы уточнить, это для меня важный момент, это интерсекциональность. Если мы говорим про женщин и про то, что женщины в любой ситуации находятся в более взаимоположении, то важно еще сказать про то, что, например, ЛБДКИ, женщины, они находятся еще более в сложном положении. И тут уже, наверное, я от себя добавлю, что, подкнувшись с ситуацией, например, с беженством, с эмиграцией в Украину, оказалось, что есть организации, которые поддерживают, помогают, например, ЛБДКИ женщинам, и есть организации, которые помогают и поддерживают беженок, но при этом они не пересекаются, и каждая организация не совсем понимает, а что же сделать, например, с ЛБДКИ женщиной-беженкой. Поэтому это тоже тот момент, который важно отучить, и в том числе про задержание и про отношения к женщинам. Часто были, да, силовики выражают гомофобию московинным девушкам, силовики агрессивно относятся к женщинам, которые выглядят достаточно негнарно, и была такая ситуация, достаточно известная, что, да, женщине начали относиться как мужчине, соответственно, с нападением, но когда поняли, что это женщина, тогда прям не испугались. Я уже не говорю про трансгендерных людей, которые тоже, которые подвергались дополнительным унижением в связи с тем, что мы трансгендерные люди. И мне кажется, стоит говорить не только в разрезе того, что это дополнительная дискриминация, но в разрезе того, переходя к тому, что делать, очень важно говорить о правах женщин. Сейчас очень важно, чтобы слова женщины поддерживали демократические силы, поскольку, к сожалению, очень часто мы слышим, мы как феминистки, я в том числе являюсь участницей ФМ-группы Координационного Совета, и мы часто слышим на вопрос о правах женщин, о правах ЛГБДК, сообщества, что у нас есть более глобальные проблемы, мы позже этим вдальнемся, и вот хочется сказать, что нет, позже никогда не наступит, потому что я уверена, что после той самой победы, которую все так же жаждут, будут снова более глобальные проблемы. Однако об этом стоит заявлять сейчас, и сейчас продвигать в том числе то, чего не было на 26 лет. Ну и переходя к вопросу к Ине, у меня есть вопрос, поскольку Ина, ваша организация достаточно много уже делала именно с учетом помощи и поддержки, скажи, пожалуйста, все-таки как можно помочь сейчас или заключенным, и что можно сделать в том числе и за границей? Да, спасибо большое. Это, я думаю, важный момент для осуществления. На самом деле есть очень разные уровни вовлечения, и все они работают, я вам так скажу. Это, наверное, хорошая новость. Самый первый уровень это как раз-таки просто упоминание во всех средствах информирования, что будь то соцсети, будь то СМИ, кто к чему имеет доступ. Но это тоже как бы понятно, что вот если так озвучить, кажется, что очень абстрактно. Но на самом деле даже за границей люди, которые так или иначе объединяются на эту тему, соответственно, это, то есть люди, например, они организовывают какую-то встречу сами для себя. Или на такую встречу можно подсказать журналистам и рассказать о своей деятельности. И это, соответственно, тоже будет иметь выхлоп, уже большее количество людей знает, что это делать и может вовлечься. Тем более, если вы, например, хотите целенаправленно работать с местными государственными органами, что тоже важно, и в этом смысле вы можете находить представителей белорусских диаспор, они есть в каждой европейской стране, и еще не совсем забросили все возможные активности, поэтому можно их находить и уже работать, например, вместе точно, например, по поводу коммуникации с местной властью, местной политикой. То есть это первый момент, что любая ваша активность, на самом деле, ее можно подсветить, начиная от ваших соцсетей и заканчивая местными СМИ. Второй важный момент это написание писем, конечно же, хоть о нем часто говорят, но это на самом деле очень реальный инструмент поддержки. Это мы знаем просто по ответам людей, которые сидят, которые мы получаем, когда они пишут, что там это письмо сделало им настрогение на два дня и что, в принципе, это... Потому что, это же важно понимать, что это не просто сентиментальная вещь, а что это единственное, что у людей, на самом деле, там заключение есть. Это свое, собственно, душевное состояние, единственное, что они могут контролировать, потому что все остальное и жизнь контролировать им невозможно. И это то, что подпитывает их. Поэтому, пожалуйста, не дооценивайте письма и открытки. Их можно высылать из-за границы. Все... При этом верно, что там нельзя, чтобы это было сделано на иностранном языке. Это должно быть сделано на белорусском или русском. Но, опять же, благодаря просто феноменальной, мне кажется, работе, которую я сделала с «Сосоведаритет», которую представляла на «Сосоведаритет». Сейчас это очень хороший пример того, как это работает. Я уже вижу вопрос в чате «Доходят ли письма?» Да, письма из-за границы доходят. И даже больше, скажем, могут прийти ответы. За границей такие действия тоже есть. И это не настолько редко. То есть, в этом смысле не бойтесь, пишите, пробуйте обязательно. И, да, в самом крайнем случае Google Translate уже достаточно хороший, чтобы просто закинуть туда какую-нибудь вашу пару слов. Все это можно сделать. И в том числе вот на сайте «Полидзек.ми» тоже есть, во-первых, все адреса, куда можно отправляться, во-вторых, какие-то советы, как писать, в том числе и за границей. Так что это очень хорошая вещь. Письма. Ну, дальше еще важный уровень, если вы хотите, вдруг у вас есть доступ, я не знаю, к медицинским организациям, которые помогают пострадавшим, или просто очень сильно желание помогает, например, не знаю, собрать какую-то группу ваших друзей, которые будут готовы помочь близким политзавлеченным. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы очень готовы находить такие связки. Я могу оставить все необходимые контакты. То есть, это, пожалуйста, можно сделать, если у вас есть время и желание. Это прекрасно. Я еще также видел комментарии Эбва насчет слушаний и прогрессов в парламенте, то мы, в принципе, тоже будем рады связаться над тем, потому что мы делаем много такой именно работы по международной Экот-фокусе и уверен, что, если подключиться к этому правозащитнику, то может получиться хорошая вещь. И в том числе с Красным Христом у нас были, я предвижу вопрос в чате, просто с Красным Христом у нас были попытки взаимодействия, это, естественно, не очень продуктивно, но если у вас есть другие способы выхода на них, то мы будем очень рады, потому что Красный Христ не спешит к сотрудничеству. Хотя они, в самом деле, могли быть в ваших силах. Итак, просто я понимаю, что уже много времени с вами чуть-чуть подсуммировать, что первое, пишите письма, второе, любая ваша активность на местах, ее можно подсветить в СМИ, и даже нужно это делать, потому что так мы, собственно, показываем масштаб проблемы и все, о чем сейчас говорили сегодня, что все это еще происходит в реальности. И, конечно, если у вас есть выходы на или медицинские организации, или, например, профильное МГО или политики, которые этим занимаются, можете обращаться в том числе и полиция к ним, мы уже выработали какие-то варианты сгонодействия, мы с радостью поделимся тем, что можно сделать. Спасибо. Спасибо большое, Инна. Да, у нас остается буквально шесть минут, поскольку я имела ситуацию, имела возможность общаться с как раз-таки родственниками полизаключенных, и в Киеве долгое время была в контакте с, например, отцом и ребенком, где его жена, мать, ребенка являются полизаключенной. Им, естественно, очень нужна поддержка, и я бы сказала, что детям в первую очередь, конечно, но и взрослым тоже, потому что это очень непростая ситуация. Спасибо большое, Инна. Спасибо большое, Вика, тоже за озвучивание тех инструментов, которые могут быть. Я предлагаю, наверное, кратко по завершающему кругу ваши впечатления или ваши пожелания от всех участниц. Вика, пожалуйста, если тебе что-то добавить и завершить сегодняшний вечер. Я хочу поблагодарить в первую очередь организаторов за приглашение, за возможность еще раз поднимать эти вопросы и никогда не отказываясь от участия в таких мероприятиях, когда можно шире, на международном уровне распространить информацию. Это очень важно. Мне кажется, сейчас в ситуации правового беспредела внутри страны и в ситуации, когда, к сожалению, международные механизмы не работают юридически, очень важна публичность, очень важно распространять информацию, делиться. Вот я думаю, каждый, возможно, если даже каждый участник сегодняшней встречи расскажет хотя бы одному человеку из своего круга о том, что происходит в Беларуси, это сможет в конечном итоге улучшить нашу ситуацию. Поэтому я думаю, что наша встреча принесет какие-то плоды. Спасибо большое. Спасибо большое, Вика. И спасибо за вашу работу, потому что вы действительно делаете очень важное дело. Даша, пожалуйста, что бы хотел сказать ты и пожелать либо предложить, что мы можем делать? Спасибо большое за организацию. Мне кажется, очень важно держать в фокусе, что в Беларуси происходит, потому что из-за того, что марша нет, особо и в СМИ ничего нет у зарубежных. Поэтому я каждый раз радуюсь, когда что-то происходит и выходит какая-то новость про Беларусь, особенно на английском, немецком и других языках. Я поддерживаю вообще то, что сказала Вика и то, что сказала Инна. Мне кажется, очень важно держать в фокусе, что в Беларуси происходит, иметь в виду, что это центр Европы и что там пытает людей. Спасибо. Спасибо большое, Даша. Я хочу добавить, что с одной стороны, вроде бы, когда что-то происходит далеко и нас тут не касается, это сложнее включиться, но мне очень понравилась такая мысль, что... мне понравилась, она правдивая мысль, что на самом деле мне кажется, что человек, который называется президентом Беларуси, уже настолько раз доказал, что дна не существует, настолько много раз сделал то, что в плохом смысле впечатлило весь мир, что мне кажется, стоит пора, пришло время говорить о том, что это становится небезопасным не только для людей в Беларуси, но и для, в принципе, мирового сообщества, потому что непонятно, на какие действия человек готов пойти, чтобы унижать свою власть. Поэтому мне кажется, важно и этот момент озвучивать, что мы не столько, не только или не столько просим помощи для нас, хотя, безусловно, это про права человека и про солидарность, сколько пришло время задуматься о том, что этот человек может сделать для всего мира. Инна, пожалуйста, завершающее слово тоже. Спасибо большое за организацию и за возможность создания этого пространства, где можно высказаться и поговорить. Я бы хотела сказать, что да, если называть речь своими именами, ситуация на самом деле близка к катастрофической. И я не так давно была на большой конференции, где были люди со всего мира из африканских стран, из азиатских стран, где тоже есть большие проблемы с правами человека. Ну и, как бы, да, прогнозы с этой точки зрения неутешительные. В смысле, что, как бы, ну, дальше уже куда падать, наверное, к вооруженным конфликтам. Дальше уже особо некуда нам двигаться. Но при всем этом, при том, что мы отдаем себя четко в большой сложности ситуации. наши вот эти небольшие действия, они на самом деле могут привести к результату не только потому, что это такая некрасивая конструкция, но потому, что это то, что помогает нам сохранить в том числе свое здоровье, свое развитие, возможности для развития. и это очень реальный инструмент, который сработает в будущем обязательно. Поэтому наша такая минимальная поддержка для группы даже с самыми простыми вещами, даже с самыми сложными ситуациями. Я призываю это делать и спасибо большое за возможность об этом поговорить. Спасибо большое, Инна. Я бы хотел еще дать слово на последок Ангару, в том числе как человеку, который уже включен в поддержку и помощь, но возможно сегодня еще что-то новое было или ваше впечатление и завершающее слово. Ангар, ты здесь? Да, большое спасибо. Конечно, многое подтвердилось, многое было новым. Хорошо, что письма доходят. Мне хотелось бы еще сказать, что очень важно, чтобы мы создавали сети, еще ЭМА, очень известный журнал такой в Германии, еще есть очень много других различных игроков гражданского общества в Германии, которые солидарны, но которые с женщинами, но пока еще не имеют в свое поле зрения Беларусь, поэтому очень важно, чтобы там церкви, профсоюзы, какие-то феминистические группы, базовые инициативы и также движение беженцев здесь в Германии, которая очень сильная и имеют также финансовые возможности, могут помочь собрать пожертвования, чтобы мы действительно обращали внимание на Беларусь вот этих вот сеток и их этих организаций. И еще как церковь мы продолжаем свою работу и несмотря на всю горечь, все-таки сможем что-то подвинуть и большое спасибо, что вы меня пригласили на эту встречу. Большое спасибо взаимно, Эльгар и Ева. Большое спасибо, что ты присоединился к нам, очень рада читать твои сообщения. Также спасибо всем, кто присоединились сегодня, в Международный день прав человека. Сегодня достаточно насыщенный день, сегодня, я уверена, что еще много мероприятий и возможно у каждого из их присутствующих. Поэтому мы будем прощаться. Спасибо за дискуссию, спасибо большое спикеркам и спикерам за то, что поделились своим мнением и поделились информацией. Спасибо большое организациям и спасибо за сотрудничество и за солидарность. Мы будем продолжать. Всем хорошего вечера.